У природы нет плохой погоды. Но в действительности не все так прозаично, как в известной песне. С резким изменением температурного фона практически каждый человек сталкивается с метеозависимостью. Чаще симптомы дают о себе знать при циклонах – дожде, сильном ветре, снеге. В декабре в этом году славится капризной погодой. Легкий морозец и плюсовая температура то и дело продолжат сменять друг друга до конца года, прогнозируют специалисты. В течение последних дней проходили теплые фронты, с которыми были связаны выпадения осадков и очень теплая погода. У нас сегодня повсеместно плюсовые температуры на 12 часов дня. Где-то и дождиками идет, где-то мокрым снегом идет, осадки идут, но разного характера. Будет какой-то перерыв, связанный с этим именно фронтом. Потом опять следующий подходит, опять будет 9 числа мы ожидаем снежочки, а потом опять прекращение. То есть циклон по северу идет и за собой тянет много-много фронтов. Грядущие выходные ожидаются без осадков. Ночные и дневные температуры останутся примерно на одном уровне – минус 1,6 ночью и от минус 4 до плюс 1 градуса днем. В понедельник над областью будет новый циклон, а значит метеозависимым людям нужно держать руку на пульсе. Давление падает или поднимается. Сама внушаюсь себе, что надо полежать, надо выпить воды больше. Головная боль, слабость, головокружение. Вы уже приспособились? Да, приспособилась. А к врачу обращаетесь в воду? Ну, очень редко. По статистике каждой второй россиянин реагирует на изменения погоды. Головная боль, тошнота, давление. С переменами за окном увеличивается и очередь на прием к специалисту. Специалисты разделяют понятие метеочувствительность и метеопатию. К первому относят смену настроения. Второе, уже более серьезное явление. Это болезненная реакция на перемену погоды. У человека появляются симптомы какого-либо заболевания. Чаще всего это патологии сердечно-сосудистой системы и колебания артериального давления. Облачность, осадки, сильный ветер. Все это и влияет на изменения атмосферного давления, с которым артериальная в прямо противоположной зависимости. При повышении первого, второе понижается. И наоборот. Такая зависимость прослеживается и у здоровых людей, но у гипертоников сильнее выражена. Если вы такое за собой раньше замечали, вы свои плановые лекарства, которые вы принимаете по поводу повышенного артериального давления, можете даже немножко дозировку прибавлять. Артериальная гипертензия – это болезнь цивилизации, болезнь нашего современного образа жизни. Там может реализовываться какая-то наследственная предрасположенность, но, как правило, это болезнь цивилизации, болезнь современного нездорового образа жизни. Чаще всего такое заболевание возникает при курении, ожирении, хроническом стрессе и недосыпе. Чтобы оставаться в тонусе, при переменах погоды специалисты рекомендуют ограничить на время физические нагрузки, избегать длительной поездки, меньше нервничать и всегда иметь при себе лекарства, которые выписал врач. При повышении давления нужно срочно обратиться к врачу. Если же оно в норме, но реакция на погоду все равно есть, например, головная боль, достаточно ограничиться обезболивающим и хорошенько отдохнуть. Мария Левина, Василий Калдашов. События.